В Краснодарском крае на протяжении уже нескольких лет проводится патриотическая акция «Согреем сердца ветеранов». В год 80-летия окончания битвы за Кавказ и освобождения Краснодарского края этой акции уделено особое внимание. Волонтеры, представители молодежных общественных организаций поздравляют ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружников тыла со всеми памятными датами, нуждающимся оказывают помощь по дому. В этот раз поводом для визита стал приближающийся праздник День защитника Отечества. Сегодня в Славянском районе проживает 12 ветеранов Великой Отечественной войны. В преддверии Дня защитника Отечества всех их поздравили с наступающим праздником. Одной из тех, кто принимал поздравления, была Мальвина Ивановна Порядина. Поздравляю вас с наступающим праздником, с 23 февраля. Спасибо вам за все, что вы для нас делаете. Мы желаем вам счастья, здоровья, еще долгих и долгих лет жизни, чтобы вас радовали ваши дети и внуки, чтобы все жили счастливо в мире, добре и теплоте. Вот и хотим поздравить вас вот такие вот подарочки. Всего доброго, доброго, хорошего. И мирного неба на живой. Когда началась война, Мальвине Ивановне было 13 лет. Скрываясь от фашистов, их семья примкнула к партизанскому отряду. С мая 1943 по июнь 1944 года молодая девушка состояла в партизанском отряде конного взвода бригады Советская Белоруссия в должности рядового. Многое тогда пришлось пережить. Сейчас Мальвине Ивановне 95 лет. Она живет в кругу любящей семьи, а правнучки не дают скучать. Волонтеры Победы и молодежь поздравили с Днем Защитника Отечества и ветерана Великой Отечественной войны Александра Григорьевича Санина. Он был призван в ряды Красной Армии в ноябре 1943 года, награжден Орденом Красной Звезды Отечественной войны второй степени, медалью за освобождение Варшавы, взятие Берлина, победу над Германией. Теплые слова поздравлений и подарки принимал и Василий Васильевич Вертель. Василий Васильевич прошел всю войну, командовал взводом разведчиков, участвовал в освобождении Сталинграда, Крыма, штурмовал фашистские укрепления под Севастополем, сражался за Белоруссию, Прибалтику, штурмовал Кенигсберг, воевал в Восточной Пруссии, участвовал в битве за Днепр. Он настоящий солдат победы, который уверен, что будущее его страны в надежных руках. А вы будущие защитники, вы будущие защитники народа, нашего государства и нас, как говорится, пенсионеров. Спасибо вам. Всем я хочу пожелать добра, счастья, успеху, а самое главное – здоровья, здоровья и здоровья. Юность, опаленная войной, была и у нашей землячки Хачатуровой Софии Казаровны. На фронте она была медсестрой. День, когда пришла повестка, София Казаровна помнит до сих пор. Не было страха, а только радость, что теперь и она сможет стать защитницей своей страны. Я иду домой, а сестренка моя младшая, намного младше меня, говорит, тебе принесли повестку, тебя на фронт берут. Мура, говорю, мне берут на фронт. А мне, ты что, с ума сошла, смеешься, на фронт убьют тебя. Я говорю, не убьют, я на фронт пойду. Бои вот этими фашистами, а они были здесь немцы, а они так издевались над нами. Ветераны Великой Отечественной войны – настоящие герои. Они встали на защиту родной страны и порой ценой собственной жизни отстояли ее свободу и независимость. Низкий вам поклон, дорогие ветераны. И так далее. Субтитры создавал DimaTorzok